Русский Голливуд Легендарный Добаркадр, плавучая пристань, тот самый, что в фильме. Раньше таких пристани было три, время взяло свое. Обветшал их канули в лету, а одну превратили в место отдыха здешних жителей и туристов. Я только начала по России путешествовать, потому что уже объелась Европой. Подумал, что можно уже наконец свои края посмотреть. Как ушла на печь, путешествую, суйнишки всякие покупаю и привожу. А смотрите, есть на что. Здесь все до деталей напоминает о старом купеческом городе. Бездные наличники на домах в центре города, улицы из брусчатки и торговые ряды точь в точь, как в 19 веке. Разве что менее оживленные. В залы дворянского собрания принимали не одного императора. Говорят, что к очередному торжеству все приличные дамы Костромы отказались приходить на бал. Виной всему ажурная чугунная лестница. Лакеи, сидящие внизу, могли видеть все, что под плаке. Это центральная площадь Костромы. Местные называют ее сковородка за ее абсолютно круглую форму. Именно на этой площади проходят все городские мероприятия. Кстати, в 1924 году прошлого века, когда не стала вождя мирового пролетариата Ленина, город хотели переименовать в Ленин на Волге или Ильич. Честь этого не произошло, иначе местных жителей мы величали бы Ленина волжстами или Ильичами. В Костроме есть на самом деле все. Очень много памятников. Говорят, что Сусанин где-то здесь неподалеку водил, собственно говоря, поляков и довел. Один из старейших театров в России, музей театрального костюма. Есть очень много вещей, которые нужно, стоит и необходимо посмотреть. Я бываю в прекрасном городе Витебск, где проходит каждый год славянский базар. Это прекрасный праздник для всего города, для всех туристов, для всех гостей. И всегда рады видеть здесь, и рады видеть вас. Приезжайте к нам. Кострома – честь Золотого кольца России. В маршрут входит еще и семь городов. Владимир, Суздаль, Иваново, Сергеев-Пасат, Ярославль, Переславль-Залесский и Ростов. А термин «Золотое кольцо» придумал советский искусствовед Юрий Бучков. Ипатевский монастырь – так называемая колыбель династии Романовых. Костромские историки заверяют, что к этому монастырю больше причестен Борис Годунов и его предки. И в стенах Ипатевского монастыря находится усыпальница рода Годуновых, которые считают потерянной царской династией. Годуновы были связаны кровными узами с Рюриковичами. Какого Бориса царя? Бориску? Что это такое? Бориску на царство? Как? Вы действительно репетируете? Святые источники – еще один бренд Костромы Костромской области. Почти во всех районах у родников оборудованы специальные купели. А в самой Костроме на месте святого источника открыли завод. Воды выпускают в промышленных масштабах с соблюдением всех норм международной сертификации. Попасть на производство можно в специальной униформе. Вот такой халат, жилет, обязательно беруши. Самый главный элемент одеяния – обувь. На ней специальные металлические подноски. Все для безопасности посещающих, ибо на самом заводе весьма активное движение погрузчиков, особенно в цеху погрузки готовой продукции. Для непосвященных экскурсии по заводу, где на месте святых источников оборудована скважина и производится бутилированная вода, превращается в забавное приключение. Стерильность колоссальная. Само предприятие – зона высокой гигиены. Все для того, чтобы потребитель получил воду высшего качества. Мы тщательно подбирали, выбирали источник. Соответственно, для того, чтобы вода имела сбалансированный вкус, мы имеем современную водоподготовку, которая позволяет поддерживать состав воды неизменным. На протяжении 20 лет, с того момента, как источники осветил Патриарх Московский и Всеря Руси, производство активно развивалось, менялось технологическое оборудование и производственные линии. Обыватели, как правило, впечатляют следующие моменты. Песок для очистки воды зеленого цвета. Правда, технологи уверяют, что песок черный. Просто так выглядит. И, конечно, цех по выдувке бутылок. Именно из этой проформы делается самая настоящая бутылка. На пол-литра, на литр и даже на 5 литров. Ну что, берем себе одну упаковочку и уходим. Это, конечно, шутка. Ничего вынести с предприятия нельзя. Кстати, в Костроме можно посетить даже ювелирный завод и своими глазами увидеть, как из сырья, коими являются золото и платина, нефриты и хризолиты делают уникальные украшения. Корзину промышленного туризма расширена ильниная мануфактура. Кострома – старинный центр текстильной промышленности. К концу 18 века здесь работало около 22 льняных фабрик. Считается, что Костромской лен – каждый третий метр льняной ткани в России и каждый шестой в странах Евросоюза. Хорошо знакомы в Костроме и с белорусской продукцией. Белорусская кондитерка – это шоколад, белорусские колбасы. В домике Снегурочки тоже любят белорусские колбасные изделия. Об этом чуть позже. С легкой руки драматурга Александра Островского «Снегурочка» как персонаж – самый молодой бренд Костромы. Его активно развивают и продвигают. Под «Снегурочку» стилизуют местные развлекательные заведения. В доброе царство бериндеев тут можно попасть даже летом. Стилизованы сказочный терем и двор, волшебные колокола, селфи на фоне сказочных лобутенов и излюбленное место взрослых – ложка за грибушка, как символ финансовой состоятельности. Здесь чудеса, здесь леший бродит, русалка на ветвях сидит, здесь тот самый дуб зеленый и даже кот ученый, который почему-то разговаривает с вологодским акцентом. И в скором времени на радость родителям, на всем бериндеям появилась на свет у них доченька-красавица – Снегурочка. В двухэтажном здании официальной резиденции Костромской Снегурочки расположились Академия снежных чудес, музыкальная гостиная, почта и сувенирная лавка. Самое стрессовое место – ледяной дом. Чтобы зайти в него, туристы облачаются в теплые снегурочьи пальто. Сейчас мы с вами находимся в настоящем ледяном доме. Здесь минус 15. Здесь подают напитки в таких вот ледяных стаканчиках. Здесь можно посидеть на ледяной лавочке. Здесь реально сказка. Жду тебя в гости, мой дорогой белорусский Дедушка Мороз. Ведь так давно мы с тобой не виделись. Ну а коль к нам в гости соберешься, и уж мешок с подарочками приходи. Там сметанки белорусские побольше, сосисочек, котлет. Ждем вас в гости, друзья. Приезжайте к нам. Приезжайте, друзья, скорей-скорей. Костроме были, мед пили и пытались отличить сказку от были. Татьяна Рудаковская, Дмитрий Руденко. Наше утро.